всем привет с вами артур и канал реальная миграция сегодня 7 ноября суббота как мы видим у нас в нью-йорке пасмурно но плюс 18 и на океане видим полный штиль поэтому я решил сегодня прогуливая здесь и выпивая кофе решил записать такое небольшое видео по просьбе конечно же зрителей задают мне такие вопросы что артур есть множество разных видео они это видео что делать человеку который приезжает вот там семьей либо сам в америку что ему делать поочередно вот первое скажем там возьмем неделю до первую давайте запишем такое видео что нужно делать людям поочередно так вот обычно люди перед приездом готовятся то есть либо они уезжают по green карте либо они переезжают по воссоединению семьи либо по другим всяким там путям так как там может быть бизнес виза либо не знаю там по политическому убежищу но как правило показать по политическому убежищу люди переезжают очень быстро но все равно люди как-то подготавливаются смотрят что можно еще собрать какие документы как лучше подготовиться чтобы был более мягкий переезд они пока подготавливаются они смотрят все в интернете также узнают блогеров как лучше и мягче скажем пройти этот скажем первое время адаптации этой и скажем так люди прилетели в аэропорт что они делают но они еще из своих стран обычно консультируются с блогерами так как вы звоните мне мы с вами уже как бы заранее обговарив какие-то нюансы что вам лучше сделать пока там также вы связываетесь иммиграционным адвокатом общаетесь уже заранее но после того как вы приезжаете что вы делаете во первых я вам за того как вы приезжаете даю координаты брокера которые вам подыскивают жилье либо вас селит на временно либо сразу же вы идете смотреть на квартиру и селитесь в эту квартиру в свою до либо вы находитесь себе бронируйте отель на первое время и также вы приезжаете в аэропорту и селитесь в отеля опять же как добраться с аэропорта в город конечно можно поехать на общественном транспорте это метро также можно поехать на такси также можно попросить меня если вас конечно не 6 человек я могу вас приехать в аэропорт встретить но что у меня небольшая машинка. Вот. Либо попросить брокера, вот Ирину, которую я советую, она тоже может как-то там посодействовать тому, что вас поедет человек и встретит, и довезет до места вашего назначения. Если же вы прилетаете днем, то есть, соответственно, у вас еще целый день впереди, то, конечно же, спать вам лучше не ложиться, потому что дождаться уже вечера, как бы не было тяжело, дабы быстрее вникнуть в эту, скажем, ритм жизни американский. Что вам нужно сделать? Конечно же, пойти приобрести себе пакеты, номера телефонные, подключить себе телефоны. То есть, заранее вы определитесь, какая сеть вам мобильная лучше. Так, у меня тоже есть на моем канале видео на эту тему. Вы можете посмотреть и определиться. Вот. Конечно, подключите себе телефоны и можете, конечно же, пойти в банк, открыть себе банковский счет. Если вы поселились поначалу в отеле, либо временно к квартире, то, конечно же, эти дни, все вы там, первые 3-4 дня, вы будете с брокером ходить, смотреть, просматривать варианты квартиры и, дай Боже, вы снимете удачно и начнете заселяться в свою квартиру. После того, как вы поселитесь в свою квартиру, они сдаются обычно пустые, вам придется поехать в Айкию и приобрести себе мебель, чтобы эту квартиру как-то оборудовать. После того, как вы уже оборудовали свое гнездышко нью-йоркское, конечно же, вам нужно будет заниматься своими правами, то есть сделать и получить американские права ID. Как их сделать, у меня тоже есть видео, вы можете посмотреть. Потом, конечно, вы можете пойти, назначить себе встречи, проконсультироваться с многими адвокатами и определиться, с каким адвокатом вы будете работать. Но, конечно же, вы будете работать с Анатолием Кисиным, потому что он лучший адвокат. Ну, на это про все займет у вас где-то недели 2-3, вы уже немножко как бы отдохнете после прилета и, конечно, вам нужно искать работу. Работу можно искать по-разному. Можно ходить по заведениям, по каким-то там ресторанам, барам, спрашивать нужна ли работа. Также можно смотреть работу на Craiglist, на русской рекламе, там есть разное множество объявлений. Также, конечно, вы можете пойти в специальные, есть фирмы, которые вы платите изначально, по-моему, 100 или 200 долларов, они ищут вам, они расспрашивают, что вы умеете, как у вас там образование и все остальное. Они ищут вам работу, предлагают, и когда вы устроитесь на эту работу, то первую недельный заработок вы отдаете тоже этой компании. Ну, такие правила в Нью-Йорке, вообще в США. Также можно сделать медицинскую страховку, бесплатную страховку. Это такая от иммерженция ситуация. То есть, если у вас что-то, не дай бог, там произошло, вы можете обращаться в государственный госпиталь, и за каждое ваше обращение вам выставят счет, конечно, со страшной суммой, но вы будете платить за каждое ваше посещение около 15 долларов США. Ну и, ребят, потом, конечно, вы можете записаться на курсы английского языка, пойти в спортзал и все остальное. Я уже не смею дальше, как говорится, планировать вашу личную жизнь, это уже вы уже сами, как вы дальше там определитесь и, может, даже и мне подскажете, что делать дальше. Вот так. Но в любых ситуациях вы можете звонить мне, и то, что я знаю, я вам подскажу, мы можем встретиться, пообщаться, я покажу, расскажу, потому что, как бы, это и есть моя идея и идея моего канала. Так что с вами был Артур и канал Реальная Миграция. Надеюсь, что ваш переезд будет мягкий и очень комфортный, такой же, в принципе, как был он у меня. Поэтому не наступайте на те же грабли, на которые наступали множество-множество иммигрантов. С вами был Артур и канал Реальная Миграция. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова